Доброе утро, доброе утро! Мне тепло, хотя, конечно, мне немножко странно, потому что я сменила свой любимый снег, свои лыжи на лёд, на хоккей. Пока стояла, конечно, эмоции удивительные, мне прям стало очень тепло. Вот рядом со мной тренер непосредственно команды детской по хоккею Шаматрин Дмитрий Владимирович. Давайте немножко пообщаемся. У вас ребята уже отыграли, сейчас другие, правильно, играют? Здравствуйте, Арина. Наши ребята отыграли в 8 утра, конечно, это тяжеловато детям вставать, тем более игра была вчера вечером, дети не успели полностью восстановиться. Наверное, отсюда складывается результат. В принципе, играли мы примерно на равных, более старшими соперниками. Но в конце немножко подсели, но всё равно ничья, неплохой результат на данном этапе. Не, ну ничья, мне кажется, это, правда, неплохо. А вот вы сказали, что ребятам было тяжеловато. А как вот вы их с утра, вот в 8 утра настраиваете на игру? Ну, у нас сначала проходит хорошая разминка. Благодаря условиям нашему дворцу мы можем даже в дождь пойти позаниматься в зале, а потом уже выходить сюда на искусственный лёд. Ну, это хорошее дело, конечно. С утра проснуться нормально и выйти на игру бодрыми. Мне вот знаете, что ещё интересно? Как вообще особенности работают с молодыми спортсменами, с мальчишками? Они же такие очень активные, подвижные. Ну, да, они в основном все у нас, конечно, подвижные. Но если больше их нагружать не особо интересными тренировками, ну, собственно, и результат будет таким же. В основном всё проходит в игровой форме. Стараемся, чтобы было интересно на тренировках, всё проходило. Ну, что должно быть интересно? Чем вы их вот завлекаете? Ну, у нас проходят иногда различные эстафеты, поднимает моральный дух команды. А когда они веселятся, тренировка проходит более интересно и результат, следовательно, более высокий. А как команда вообще дружный мальчик между собой? Да, конечно. Ну, как всегда бывает, есть не особо разговорчивые ребята. Но всё равно они вливаются в коллектив потихонечку. Со временем, я думаю, не найдут общий язык. Так, ну, давайте тогда и мы ещё найдём общий язык, собственно, с игроком, который только что вот с поля, со льда. Данил, привет. Расскажи мне, пожалуйста, как у тебя дела? Замёрз, я смотрю, совсем. Здравствуйте. Донец, тепло довольно. Расскажи, вот мы тут с тобой уже за кадром немножко пообщались. Что вот сегодня в игре тебя вот, не знаю, удивило, поразило? Что вдруг? Меня всё поражает сейчас, а тебя как спортсмена. Узбасс довольно хорошая команда с ней. Приятно было поиграть, тем более ребята старше нас. И мы получили некий опыт, играя с ними. Вот. Может быть, что-то в вашей игре ты посмотрел и такой, о, вот это было классно, вот это мы молодцы сегодня. Да. Получается, мы забили во втором тайме гол и сравняли счёт. Потом, точнее, вывели команду вперёд, счёт был 2-1. И потом пропустили быстрых два мяча, а счёт стал 3-2. И потом мы совершили некий камбэк на последних минутах игры и сыграли в ничью 3-3. Да, это мы видели, пока стояли, ждали, смотрели. Было очень интересно. Знаешь, что мне... Вот вы, пацаны, вы команда. Как вы вот внутри команды между собой? Вот тренер говорит, что вы все дружные, общительные. А ты мне расскажи, как вот изнутри, вот кухню немножко поделись. Ну, мы всегда любим над другом пошутить. У нас очень дружный коллектив. Вот. Есть ребята, которые прям, скажем так, фанаты КВН. Вот есть вратарь Матвей Котик. Он прям очень любит КВН и шутит над нами очень много. Очень дружелюбный мальчик, хороший вратарь. Ну, это прекрасно, мне кажется, когда в команде все дружны, как одна семья, друг за друга. Что ж тогда пожелаем ребятам удачи, хороших игр. Вот. И я не знаю, что... Ну, крепкого льда я не знаю, что желают хоккеистам. А мы вернёмся через несколько минут. Спасибо. Спасибо.